Слава Господу! Загин прекрасный! Дорогие братья и сестры, у нас сегодня тематическое такое собрание, приближаясь к вечности. Мы когда были в Братской, брат говорит, а что такое вечность? Братья и сестры, что такое вечность? Трудно ответить на этот вопрос, только одно, знаем, что и так всегда с Господом будем. Это самое прекрасное, что утешает нас. Дорогие дети, Бог творил землю, небо, моря, животных, зверей и человека. Сколько дней? Шесть дней. А Иисус Христос говорил, я лучше, чтобы ушел. Я уйду и попрошу Бога, умолю, Он утешителя пошлет, который с вами будет и в вас прибудет. И я иду приготовить место вам. Он две тысячи лет готовит место нам. Это вечность. Там, где мы всегда с Господом будем. И мы сегодня будем рассуждать не о вечности, а сегодня вечер, когда мы провожаем 2019 год. У нас еще одно богослужение будет. Оно будет свою тему иметь. А сегодня мы, приближаясь к вечности, еще на год мы ближе к вечности стали, дорогие братья и сестры. 2020 год впереди нас. Два дня, и мы будем встречать его. А сегодня вечер. И у нас тема. Для этой темы я желаю поделиться местом Священного Писания, которое записано. Второе послание Коринфянам, пятая глава. Здесь апостол Павел обращается к церкви, к детям Божьим, к своим братьям и сестрам, и говорит с первого стиха, «Мы знаем, что когда наш земной дом, вот этот, наша хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворенный, вечный. И вот на это самое создал нас Бог и дал нам залог Духа Святого». Девятый стих. «И поэтому ревностно стараемся быть Ему угодным». А вот и десятый стих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое». Знаете, мне очень стих нравится, который Иисус Христос сказал. Евангелие Иоанна, пятая глава, 24 стих. Это Христос сказал. «Бог, Сын сказал, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Прекрасный стих. Я его очень люблю. Он дорог, наверное, каждому дите Божьему. Но этот стих, который записан в послании Коринфянам, он никак не идет в разрез в понимании Бога и спасения. Здесь говорится, дорогие братья и сестры, нас с вами будет день, когда мы предстанем пред нашим Господом, Спасителем. И будет день, он называется, Судилище Христово. Когда в смысле мы не явимся, а проявимся. Новый перевод английский, он говорит, жизнь каждого из нас должна быть открыта, положена пред Судилищем Христовым. Наверное, многие из нас, или, может быть, все, были в кабинете доктора. Доктор нас может посмотреть, может потрогать. А вот еще одно есть, когда под рентген ставят и просвещают все, что у нас внутри есть. Никто не видит, а доктор может увидеть. Так вот этот день, дорогие братья и сестры, будет, когда никто нас не знает, так как мы знаем. Но даже мы можем забыть или что-то не заметить, а Христос увидит. Это будет, когда не о вечности нашей, не о спасении речь будет идти, а о награде. Когда даст Господь или когда лишит нас награды, детей Божьих. Когда все наше служение, оно будет открыто пред Господом. И не только количество нашего служения, а, позвольте сказать, качество служения. И не только качество служения, а даже мотив того, что мы делали. Мы каждый у Бога дитё. И каждый в его семье, он должен что-то делать. У пастора одно служение, Бог ему поручил. И он приходит, посещает, душепопеченье несёт, проповедь, говорит, назидает церковь. это его обязанность. Это его обязанность. И как он это исполняет? И даже мотив, он будет открыт пред Христом. Дорогие наши братья и сёстры, которые в хоре, как они относятся к этому служению? Из каких побуждений это открыто будет пред Христом? Дорогие братья и сёстры, быть может, твоё служение, ты думаешь, незаметным, пред Христом, оно всё откроется. И молитвенные часы, и разговоры наши, может быть, по телефону, может быть, так, когда они утешают брата или сестру, или когда они несут другой характер нашей беседы. Будет день, когда всё это откроется. Так слово говорит. Быть может, мне и тебе не очень хотелось бы, но это реальность детей Божиих, когда мы предстанем пред Христом. И апостол Павел, рассуждая об этом, говорит, для меня лучше, чтобы уже разрешиться и быть с Господом, предстать. Потому что и совесть ваша, она осуждает меня или показывает мне, и я свободен, и Бог знает мою внутренность. Апостол Павел в послании к римлянам говорит, что все мы предстанем на суд Христов. И так каждому из нас за себя должно дать отчёт Богу. Когда этот день будет, мы не знаем. Знаете, вчера на работе я пришёл, и там один сотрудник, он тоже христианин, ходит в церковь, Мифлентаун, и он, я его поздравил с Рождеством Христовым, он потом, мы встретились, он говорит, ты знаешь новость? Я говорю, не знаю, может у тебя какая-то особая. Он говорит, мне брат сказал, что начинают строить храм в Иерусалиме, и Америка в этом помогает. Я говорю, но если это начнётся, то это будет не годы, а быстро построят. Он, да, и он говорит, end is coming. Конец приходит, приближается. И не об этой теме мы сегодня будем разговаривать. Когда построится храм? Когда Господь придётся церковью? Не эта тема. Мы были в Ире, посетили родителей на этой неделе, и там мои сестрёнки Свад и Сваха, как это, его, их снохи-родители. Мама умерла у неё уже несколько лет назад, а отец только недавно на пенсию шёл, и дочка оформилась как-то помогать за ним. И он кушал, когда поперхнулся, закашлялся и упал, и ударился головой. И удар был сильный, он в ком. И врачи вчера сказали, что дети придите все, мы будем аппарат отключать, и когда мы отключим, то это будет конец жизни. За столом сидел, обедал, и больше ничего не помнит. И следующее, это предстать пред Господом. Это реальность нашей жизни, дорогие братья и сёстры. Сегодня вечер, когда мы в тишине, такой, пусть у нас зал большой, но как бы вот вокруг слова мы собрались, чтобы порассуждать о жизни нашей. для меня Новый год или приближение Нового года. Знаете, как вот эта тетрадь, которая вся исписана. Дорогие братья и сёстры, это моя и твоя жизнь. Каждый листок, каждый день, он что-то там записанно. Сегодня вечер, когда мы можем проверить, когда уходящий год, мы можем проверить, может, что-то нужно исправить. Но, знаете, я, если брат мне скажет, ты знаешь, Александр, вот в феврале ты прошёл мимо меня и даже не заметил, и у меня на тебя горечь есть, а я забыл. А я не обратил внимания. Знаете, за это время могло много уйти. Я радуюсь, что у христиан есть не только Новый год, особый день. У нас есть каждый месяц. Помните, когда мы приходим, и здесь стоит хлеб, вино, и Слово Божие нам говорит, да испытывает себя человек. Это ещё один день проверки. Но, я думаю, этого недостаточно. Меня всегда поражает или как радует, когда у нас в начале года есть отчёт за прошлый год. Каждый за своё служение отчитывается. И когда казначей, у него есть проверка, это ревизионная комиссия. Вы заметили, они всегда говорят, или как... За короткое время они могли проверить все деньги, которые приходят и уходят за год. Как так может быть? А потому что у казначея в тетрадке день воскресный, сколько пожертвована денег. А потом идёт, сколько чека выписал за газ, за воду, за свет. И там написано, гости из Харисбурга. Такая сумма ушла навстречу их за каждый раз, каждую неделю. и тогда легко. В конце года легко отчитаться. Дорогие братья и сёстры, я думаю, один раз в год, вот как сегодня мы, недостаточно. Один раз в месяц, как мы собираемся на вечерю, и тогда мы готовимся, проверяем себя. У нас особое собрание есть в пятницу перед вечером, когда мы проверяем наши отношения с моей женой, с моими детьми, с моими соседями, с моими братьями, с сёстрами. С моими сотрудниками и моя внутренность, которую никто не знает. Но один, у которого очи сильнее, чем рентген, они видят. И тогда мы склоняемся и проверяем себя. Но я думаю, и этого недостаточно. Знаете, тот пример, который я сказал за казначея, как важно, чтобы каждый день, который у меня и у тебя проходит, он заканчивался молитвой. Дорогой брат и сестра, у тебя заканчивается день молитвой? Это очень важно, когда мы можем забыть, что было в феврале в прошлом году. А вот что сегодня было, Бог нам даёт, если разум, у нас есть и память, тогда мы можем вспомнить и проверить, и склонившись сказать, Господи, прости, исповедуюсь пред Тобой, признаюся, прошу прощения. Апостол Павел говорит, что грех не должен над вами господствовать. И за тот грех, который был у нас, Господь пролил кровь свою святую и омыло очистил и нам дал дар вечной жизни. А вот наши согрешения, которые в жизни нашей встречаются, они очень влияют на наше служение. Они очень влияют на наше служение. Но за них Господь работает в нашей жизни и Он нас судит. Наказывает, чтобы не быть осужденными с миром. Пусть Господь для нас будет благословением в сегодняшний вечер, когда мы будем слышать пение, стихотворение, когда мы будем слышать еще проповедь. Пусть Господь работает в сердце моем, Твоем, дорогой брат и сестра. Быть может, Дух Святой укажет мне и тебе на какие-то изъяны в жизни моей. Твоей. В служении моем и Твоем. Не обязательно видим, быть может, не видим, но пред Господом важным. В хождении пред Ним и в ожидании встречи и в подготовке к Новому году. Пусть Господь благословит сердце мое и Твое в этот вечер, чтобы мы вместе могли порассуждать о своей, о своей жизни, о моей вечности, о моей встрече с Господом Иисусом Христом. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господен, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты вашим совестем. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok